Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня у меня будет пересадка, но она будет необычная. Эта орхидея у меня реанимировалась и я наращивала ей корни, можно сказать, с нуля. В прошлом году я приобрела пышно цветущую мультифлорку и на первый взгляд все было с ней в порядке, но было очень-очень жарко и видно она получила большой стресс при пересылке. И она начала терять корни. В общем, я приняла решение ее пересадить, пересадила ее в неорганический субстрат, чтобы затормозить процесс гниения. Все-таки в неорганическом грунте орхидея, именно корневая система чувствует себя лучше, потому что неорганический грунт не разлагается, он не гниет, там не заселяются никакие насекомые. Поэтому я приняла решение посадить ее именно в неорганический грунт. Реанимировала я ее с помощью ребаф, но это получается такой стимулятор, толчок был ребаф экстра. Мне он очень понравился, потому что смотрите, сколько орхидея нарастила корней, она теперь похожа на такого вот паучка с множеством лапок, так же она уже и цвела. В общем, эта орхидея уже давно вышла из реанимации, чувствует она себя прекрасно. Единственное, что мне не нравится, что вот именно все корни на поверхности. И чтобы орхидея полноценно питалась вот этими корнями, естественно, их нужно увлажнять и опрыскивать, регулярно опрыскивать и добавлять удобрения. Или же использовать уже готовые удобрения, такие как бонафорта, витамины с синтарной кислотой. Ну и множество других сейчас есть фирм, которые идут именно до опрыскивания этих воздушных корней и листочков. Естественно, когда большая коллекция, это жутко неудобно, тем более сейчас жарко, и я решила как раз-таки сделать пересадку. В общем, поэтому я решила ее пересадить и большинство ее корней постараться опустить в горшок, чтобы у нее было питание из горшка. К тому же, да, там еще добавлены циона. Цион это умная добавка, которая питает растения. Это получается, знаете, как вот питательный грунт, да, вот так вот его назовем. И поэтому, да, естественно, лучшие все корни будут внутри. И питаться они будут с каждым поливом, собственно, да, вот этими всеми микроэлементами. Я думаю, что здесь все понятно. Корни, с которыми я ее сажала, да, там они как бы были где-то немножечко даже испорченные, были подгнившие. Естественно, вот то, что в горшке, оно полноценно питать не может. Здесь, конечно, выросли, ой, посыпалось, хорошие корешочки, но все равно их намного меньше, да, чем снаружи. В общем, давайте приступаем уже к пересадке и готовим орхидейку к новому сезону цветения. Тем более, эта орхидея такая цветунья, она вот недавно буквально сбросила последние цветы. Я думаю, так, все, момент пойман, надо скорее ее пересадить. И если у вас такая же получилась ситуация, что внутри горшка корней мало, а снаружи их полно, то в идеале, конечно же, сделать орхидею пересадку, возможно, даже омоложение, чтобы большинство корней все-таки находились внутри субстрата и оттуда питались всеми нужными им микроэлементами. В общем, вот так вот оно выглядит, я считаю, шикарно. Вот просто шикарный результат. Видите, корешочки, вот они растут. Соню все в порядке, но вот нужно вот эти вот воздушные тоже в грунт опустить, поэтому сейчас я ее аккуратненько вытащу и буду пересадывать. Орхидея была на фитином поливе. Мне эти горшочки очень нравятся, часто их показываю. В общем, смотрите, вот с этими корешочками я ее сажала, вот эти вот. Вот они, видите, подгнившие в каких-то моментах, но здесь также пошли и хорошие корешочки. Да, вот им нравилось расти в неорганическом субстрате. Да, гниль полностью остановилась, они даже вот ожили и, собственно, росли. Вот такой вот результат от посадки. Я считаю, очень даже хороший, хороший. Но вот эту вот часть шеи, видите, которая такая вот темненькая, на которой находятся именно старые корни, я бы, конечно, лучше удалила. Вот, потому что уже много новых корней, и вот здесь вот это вот все, вот. Я не хочу сажать новую посадку. К тому же здесь где-то, видите, есть еще черненькие такие пятнышки, вот как раз где цветонос пробивался. Это все нужно зачищать, видите, вот от старых корней. Это все вот так и было. Я бы это все, конечно, бы сняла, вот эти вот три нижних листа, все бы зачистила, еще раз обработала фунгицидным препаратом. Наверное, я так и сделаю. Хотя вот эти корешочки, конечно, безумно жалко, да, которые вот начали расти. Но лучше, знаете, все зачистить, перестраховаться, в общем. Потом в будущем не переживать за орхидею. Ну, в общем, принимаю решение все это зачистить и обрезать. Потому что вот это, конечно, все, если сейчас я заглублю, точно 100% начнется загнивание. Лучше это все зачистить. Конечно, сейчас это будет выглядеть все как кромсание орхидеи. Но это все во благо. Сначала я уберу вот эту вот нижнюю часть, которая мне абсолютно не нравится. Вот видите, где подгнивающие вот эти вот корешочки. Это у нас лишнее. И вот где черные вот эти вот все пятнышки. Я буду удалять листики вот так вот вместе с чешуйчиками. Вот. Все, где вот эти вот три листика нижние, все, где черное. Вот я это все буду удалять. Мне это все не нравится. Видите, прям дырка. Это все нужно зачищать, удалять. Вот так. Здесь где-то цветоносы попробовали, где-то, наверное, да, попала какая-то инфекция. Вот. И, в общем, это все пошло вот так вот. Видите? Усыхал корень. И портился. И там образовывалась вот такая вот как дырочка. Так. Вот этот листик крайний я тоже еще уберу. И все. Потому что здесь тоже вот эта вот дырка, корень, который мне не нравится. Сейчас я зачищу это все, чтобы туда уже не попадала никакая бяка. Все. В принципе, шеечка вся чистая. Все хорошо. Вот эту вот часть я тоже удалю. Она уже не нужна здесь. Вот. Все. Идеально. И часть вот здесь вот. Надеюсь, хорошо видно. Здесь вот тоже удалю часть от листика. Все. Чешуечка осталась. Все. Отлично. Все. Мне все нравится. Корешули остальные все здоровые, все живые. Вот. Что ж, поудаляю вот эти все засохшие. Орхидея цветунья. Я думаю, что она сейчас быстро заполнит горшок корнями. И, собственно, порадует уже совсем-совсем скоро новым цветением. Еще важный нюанс при таких пересадках, когда большинство корней у нас воздушные, очень важно воспользоваться фунгицидным препаратом и замочить при пересадке. Зачем это делается? Во-первых, воздушные корни, они не привыкшие жить в постоянной влажности внутри субстрата. И нужно их приучать постепенно к тому, что они будут находиться во влажности и они будут находиться внутри горшка. И также, чтобы их как раз-таки в этот горшок засунуть, нужно, чтобы эти корни были влажные. И значит, они будут более эластичные и менее травмоопасны. Будет то, что я сейчас буду их загибать вот так вот аккуратненько в горшочек. Водичка здесь у меня чистая, отстойная. И как раз-таки в качестве сегодня фунгицидного препарата я буду использовать фитоловин. Это отличный лечащий препарат. И также можно использовать для профилактики от грибковых инфекционных заболеваний. Ну, в общем, здесь все написано. Можете остановить, почитать, для чего нужен этот препарат. Фитоловин. Это биопрепарат, поэтому он мне очень нравится. Он разводится 2 мл на 1 литр воды. У меня здесь как раз 1 литр. Я сейчас шприцом отмеряю 2 мл и, собственно, добавляю в водичку. Также немного промою шприц. Вот. И в этот растворчик я опущу свою красавицу. Как раз-таки уже буду задавать форму корням, да, чтобы они уже намокли. И вот как бы имели форму горшочка. Вот. Все воздушные аккуратненько направляю в горшочек. Вот. Опускаю, чтобы они все намокали, смачивались. Они сейчас подзеленеют. Это как раз-таки то, что мне нужно, чтобы корни подзеленели. Значит, напитаются. И, значит, будут более эластичны. И я смогу их в горшочек аккуратненько засунуть. Также можно и листочки протереть. Можно прямо кунуть в раствор орхидейку светоловином. А можно просто протереть листочки. Все. Так она у меня будет находиться, пока не подзеленеют корни. И, если честно, этот промежуток времени всегда разный. Он может, знаете, занять 5 минут, а может занять 40 минут. Это зависит от того, насколько корни готовы впитывать влагу. Вот. Поэтому я буду смотреть именно по цвету корней. Когда они полностью подзеленеют, значит, орхидейка готова. Если корни остаются еще серые, значит, орхидейка еще будет находиться в этом растворе. Вот. Ну, сейчас я отключусь и буду, собственно, ждать. Тем временем я пойду пока помою горшочек и продезинфицирую его.